Продолжение следует... 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 Интересно, ты задаешь, как поле чудес, задает там что-то, надо отгадать, какая группа? А, Б. А о чем было задано? Ну вот о чем, говорит, я не помню. Разгадает, а какое слово отгадать? Я, говорит, не помню. Вот буквы называют там, так и ты. О чем? О каком-то письме, о каком? Не знаю. Вы сказали об этом не разговаривать, об этом как бы две недели. Ну а о чем не разговаривать? Вот теперь, пожалуйста, прочтите это письмо. Вы сказали не разговаривать, мы о московской патриархии не говорим. Я еще раз говорю, Игорь. Я еще раз тебе говорю. Еще раз говорю. И я просто прошу и запрещаю. Нигде, ни на занятиях нигде не упоминайте. Московская патриархия. Тебя один раз, где-то 10 лет назад, какой-то безумец, один раз тебя оскорбил, и ты помнишь по сей день. Не можешь простить это. Его уже нет, может, того человека, который в живых. Он на суде Божьем, может быть, стоит уже. А ты все. А он меня обидел, оскорбил меня. Надо же какое мнение о себе. Христа оскорбляли много, но Христос нигде не помнил это. Не говорил. Какие вы просто возвышенные сами о себе много очень мните. Не надо этого делать. Так, я никогда вам не говорил. Я доведу просто до вашего сведения. Вот. Засчитаю некоторые. Такие документы. Вот документ такой. Московская патриархия. Ну, мне можно говорить о Московской патриархии. Я о себе не запрещаю. Московская патриархия. Епископ Омский и Тюменский. Свидетельство Господу Богу, содействующему за Божественной Литургии, 14 января 1978 года, в день памяти святителя Василия Великого, в Свято-Покровском соборе города Тобольска, мною, рукоположен Сан-Диакона, Лапкин и Аким Тихонович, к крестовому храму Святого Благовещения при Архиерейском доме города Омска, Божьей милости смиренный Максим, епископ Омский и Тюменский. Это называется «Ставленная грамота» с печатью епископа. Еще одна грамота. Точно так же Московская патриархия, епископ Омский и Тюменский. Свидетельство 3 февраля Господу Богу, споспешивающему за Божественной Литургии, в крестовом Свято-Благовещенском храме Архиерейского дома, 3 февраля 1979 года, в день памяти преподобного Максима Исповедника и мученицы Агнии, диакона Аким Лапкина рукоположен вновь в Сан-Иерея крестово-Звиженскому кафедральному собору города Омска. Смиренный Максим, епископ Омский и Тюменский. Это другая ставленная грамота. Это уже повыше. Через год, да? Да, через год. Через год. Меня рукоположила Архиерея, это, может быть, была единственная хератония, рукоположение. Герой Павла в своем храме, храм маленький, вот так, отгороженный уголок, это его домашняя церковь, как. Домашняя церковь. Рукоположила меня ночью. Рано утром, в 5 часов началось. За рукоположением был только настоятель собора протерей Иоанн Мельник, уже покойный сейчас. Значит, владыка, диакон был, иродиакон Гавриил, тоже покойный, он сейчас уже. И несколько монахинь пела, все, больше никого не было за рукоположение. Потому что он, когда рукоположил меня, потом уже после рукоположения поставил в известность уполномоченного. Тогда как было? Прежде чем рукополагать епископ, он должен был взять благословение уполномоченного. А можно нет такого рукополагать? А как можно было рукополагать, когда у меня брата уже там опекали, друзья, КГБ уже было? Поэтому он меня рукоположил, можно сказать, так, тайно. А потом только уже поставил перед совершившимся фактом уполномоченного. Ну и тогда уже только тот сказал, чтобы в Омске я его не видел. Чтобы меня не видел в Омске. Ну и в Омске я и не служил. А служил там сколько-то литургий, как после рукоположения. И после начались обои, значит, Тара, Исселькуль, Тюкала, Тара, Тюмень, Тобольск, Калачинск. Тогда было приходов в Омской Тюменской епархии всего 13 приходов на Омскую и Тюменскую области. А Омская и Тюменская области, это вместе взять, это, можно сказать, не одна европейская страна. Несколько европейских стран будет, наверное, так, которые там есть, какие страны, то там столько. Всего 13 приходов было. Сегодня это, может быть, я не знаю, там сколько больше, тем больше 300 уже. Вот так вот. Значит, понятно. Еще засчитаю. Когда рукополагает, то дает наставление. Вот такое доставление дал мне епископ при рукоположении. Слово, сказанное Пресвященным Максимом, епископом Омским и Тюменским, при Харатоне отца Якима вопресвитера, в своем крестовом благовещенском храме, 3 февраля 1979 года, город Омск. Не бойся, малое стадо, благоволима Бог дать вам царствие. В дни, когда в Церкви Божьей наблюдается оскудение священнослужителя, Господь призывает делателей из среды простых людей. То есть я простой люд. Не сам по себе человек избирает себе служение, но Господь наш, Иисус Христос, призывает тех, кто верует в Него, и через них совершает спасение многих. При этом нужно помнить пастырю и людям, что пастырь такой же человек, как и прочие люди, но он носит в себе благодать, священство, которое дает ему право совершать таинство со всею, не своей силою или достоинством, а силою Божией. Каждому надо осознавать, что величие служения Богу и с любовью совершать сие до самопожертвования. Пастырское служение, наивысшее служение в мире всем. Достойные пастыри награждены честью от Бога и пользуются уважением от людей. Мы знаем, кому дается благодать, то к мосмиренному, ибо Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. И это смирение добудет с тобою, новопоставленное мною чадо Иоакиме. Смирение приличествует не только монахам, но и всем христианам. Научитесь от меня. Я как роток и смирен сердцем, говорит Господь. Вместе со смирением необходимо стяжать и любовь, и не только к любящим тебя, но и к тем, кто досаждает. Тот, кто идет правым путем, не будет иметь недостатка в скорбях и досаждениях. Божайся, не будь ласкосердствующим, не занимайся человекоугодничеством. Радуйся, когда будешь иметь досаждение, поношение за Господа, ибо и апостолы их имели, и несли терпеливо и с любовью. Страшись, чтобы тебя не поносили за небрежение к делу, ибо таковы заживо погребены. Предстательством преподобного Максима, память которого ныне совершаем, да будет служение твое беспорочно. Стяжи страх Божий, научись премудрости не мира сего, но Божия. Да даст тебе Господь мудрость, кротость, любовь, смирение, чтобы сподобился со всеми святыми, прославлять Отца и Сына, и Духа Святаго в жизни будущего века. Аминь. Вот такие документы. Да. И еще несколько, значит. Так, восьмой год это. Вот восьмой год. Протеи Акиму Лапкину, и настоятель Крестово-Живищенской и Святой Анфимойской общины Игнатию Лапкину старости. Дорогие Господи, Отец Аким и Игнатий Тихонович, поздравляю вас и ваших прихожан с праздником Вознесения Пятидесятницы. Я получил ваше прошение и просьбу о сохранении ваших вобщих на прежних условиях, как и в приходах Русско-Православной Церкви за рубежом. Насколько я смогу, буду стараться помогать вам в этом, полагаясь на Божью милость. Молительно желаю вам доброго здравия, помощи Божьей, мудрости и неиссякаемых сил в деле спасения души и служения народу Божию. Прошу ваших святых молитв. С любовью во Христе Илларион, митрополит Восточно-Американский Нью-Йоркский, первый иерарх Русской Православной Церкви за границей. И в 12-м году еще было от него же. Его преподобие Акиму Лапкину. Ваше преподобие, свет нам воссия, Христе Божий, Твое пришествие, свет от света. Отче сияние, всю тварь просветил, всякое дыхание хвалит Тя. Образ славы Отче, Сы и прежде Сы и воссияивая Девы. Боже, помилуй нас. Сихира на Господи воздва из Рождества Христова. Сердечно поздравляю вас со светоносным и мироспасительным праздником Рождества Христова. Торжественно празднуя сие великое событие рождения Бога Отца по плоти, болитвенно желаю вам душевных и телесных сил, долголетия и всеукрепляющие помощи Божией в предстоящем Новом Году. Христос рождается, славите Его с любовью о Господе Ларион, митрополит восточно-американский Нью-Йоркский, первый рах русской православной церкви за границей. Рождество Христово, 2012 год, Нью-Йорк. Ну вот. Какие есть вопросы? Все понятно? Аллилуйя. То есть это письмо было фальшивка, которая якобы от Лариона? Не знаем. Мы это не знаем. Вам такого не приходило? Я не преминалист, исследовать не могу. Вам что? Какой тебе вопрос по каким письмам? Которое якобы пришло от Лариона, что он к нам отношения не имеет. То есть это как бы тоже фальшивка? Даже если это истина, то что? Да ничего. Вы хотите сказать, что это и есть. Я знаю, что и у меня даже потеряют какие-то такие. А вот что теперь, кто у нас епископ? Как мы без епископа? А я говорю, что если бы ты ходил постоянно в храм, на все ночные дни я всегда был бы, участвовал в жизни церкви, как член ее, то я говорю согласен, и патриарха, и даже папу по римскому поминал, только бы, чтобы душа твоя была спасена. Понимаешь? Но от этого ничего не изменится. Поминаем мы сегодня нашего перерарха, кто недоволен этим. Завтра будем поминать патриарха и митрополита. Что духовное состояние этих людей изменится? Нет, не изменится. Останутся точно такие же. Им нужно не епископа какого-то что-то, а что-то найти такое, чтобы это... Понимаешь что? Это я знаю, что это были... Ропотники всегда есть. Начинается всегда. Это уже определенная такая схема. Начинается вначале человек роптать. Роптать это не так, батюшка не так, не делает староста, там Дебунов меня обидел, там тот меня сделал, то есть выискивать что-то. Он посмотрел на меня не так, он меня там сказал что-то. Ропот начинает. А потом таится. А потом таится начинает. А потом уходит. Это повторяет все до одного, кто ушли из общины, все до единого. Может мы и знаем все. Люба Иголита, Галина Ивановна и другие. Все точно так же. Кубайкина. Начинается тоже все. Вначале ропот. А вот он на меня посмотрел как. А он мне, мне кажется, что меня он не любит. Они меня не любят. Кажется им. Сколько уговаривал я. Да перестань ты. Да нет, тебе так просто. Ну ты относись. Хочешь, чтобы как тебе относиться. Так или ты к людям относись, так к тебе будут относиться. Нет. Поэтому от этого ничего не изменится на нём. То ли что. Моя задача, что дни мои, говорится, сокращаются. Санки разгоняются сильнее и сильнее под горку уже. Вот. Поэтому моя забота только о том, чтобы оставить вас, как говорится, в целости и сохранности. Чтобы был кто-то. А это так мы начнём, что... А вот этот... Нет, это всё. Я и когда... Мы только в зарубежное было. Наш переход был не просто, мы что-то искали. Нет. Об этом не секрет. Это знают все. Это сегодня в каждом храме воскресная школа. Друг перед другом хвалится. У кого какая воскресная школа. Там это... Другое что-то там. Купели стали строить. Там с позолоченными даже поручами. Там это... Хорошие купели делали. А когда был это ещё 88-й год, мы с отцом Михаилом, царство небесное, Курочкиным, стали проводить воскресные беседы. И стали мы сделали купель. За две недели я сам сделал. Лично всё забетонировали. Плитка обложили там. Не так красиво, но было сделано всё. Стали крестить. Кто нас первый на нас восстал? Архиерей. Вы делаете раскол в церкви. Да? Почему? Потому что от нас через пять кварталов был капитальный собор. Там нет креста. Там крестят так, как было везде. Голову мочили. Люди стали там говорят, а почему в Освятской маленькой церкви крестят полность человека купают. Да. А там только голову мочат. А цена одинаковая, пять рублей. Почему? Здесь мы за пять рублей заплатили, так полностью всего накупали. А там пять рублей только голову помочили. То есть можно было бы пятьдесят копеек заплатить. Это люди, ну, приходили люди такие, что приходят, а ничего не знают. А похреститься надо. Первые восстали архиерей. Прекратите это дело делать. Прекратите воскресную школу. Вот из-за чего началось-то. Это так это было. Ну, а там другое было такое, что об этом, говорят, и говорить неудобно. Истыдно. Что было? Вот. Вышник. Тогда уже как-то кто-то дошел, обратились мы и нас принимали. Принимали нас. Было первое совещание в Суздале в июне месяце 1990 года. Из-за рубежных епископов на совещании были Иларион, епископ Иларион, тогда он был секретарь синода. И епископ берлинский, гербанский Марк были. Были мы на приходе в Суздале у отца Валентина Русанцева. Тогда был Архимадрид. И наши шесть священнослужителей в Собской епархии были. Вот тогда было это. И после этого совещания мы через месяц получили уже грамоты, что мы приняли, приняты в общение в русской зарубежной церковь. У кого не было антиминцев, выдали антиминцы. Слава тебе! Призывали. Началось служение. Вот как это было. Сидишь. Когда? Уши. Принимали нас. Иларион, который сейчас первый раз, он был. С его помощью, если бы они тогда нет, то не было бы, может быть, и общей нашей бы не было, и деревни бы не было. Это так. Ну вот. 90-е годы. А то, что кто-то где-то пишет сегодня, это я не читал, и с этими людьми я не виделся. Но только по тому, то, что они делают, я могу сказать с уверенностью, что эти люди, они случайно пришли в церковь. Можно даже разбираться, скажем, в воде незаконно рукоположенное, то есть раньше срока. Не каноническое рукоположение было. Раньше 30 лет. Это точно. Люди, у которых нет страха Божия, они не знают, что он, о чем заботится. Верой истиной привести, или что? Ему нужно только разрушить. Это вот самое раскольники, это раскольники называется. У нас наоборот получается. Ну вот, коли мы дрова, топор расколол чурку. Да кто раскольник-то? Чурка получается, получается раскольник или топор? Топор. Ну кто раскалывает, тот и раскольник. А не тот, кого раскололи. А тот, кого раскалывает, то осколок уже. Осколок получается. А у нас все переворачивает наоборот. Это метод лукавого, дьявола. Этот метод такой, его. Что он все, темное, светом показать, горькое, сладким, мерзкое, прекрасным показать. Это его метод. Так они, им нет ничего, что он этот человек, который пишет там эти себя, он не знает, как работать с душой, как приводить души ко Христу. Он в этом понятия не имеет. Если бы он имел это, он бы этого не делал никогда. Он бы за каждую душу, а как это? А он не знает, его рукоположили, и сразу его на приход, где, да ладно, если там еще на приход, что был лучший приход, где доход был больше. Это понятно. И тем более, если он сидит у компьютера и занимается, выискивает все эти ролики, ему некогда думать о душах или молиться, ему некогда. Он к литургии приступает без молитв. Понимаете? Я купил компьютер, скажу, батюшка компьютер, купил я компьютер. Я день посидел за компьютером, и Виктору говорю, Виктор, купи мне компьютер, а у меня бараны сдохнут. Одно посмотрит, другое, не оторвешься. Надо другое, еще что-то там это. И я его на другой день, я его продал, и все, больше я не имею. Невозможно. Какой-то будет сидит. Поэтому, как говорится, не обращайте много на это внимания. Потому что, что бы вы ни говорили, им какие бы доводи не приводили, они не вразумятся. Они вразумятся только тогда, когда сам Господь, когда уже вступится, и, как говорится, дубиной ахнет, тогда, может быть, останавливается. А так нет. они будут, и будут, и будут, что попало, это начнут, они мне говорят, что я незаконный, там рукоположенный, незаконный священник, и прочее, и прочее. Собирают, что попало. Ну, вы смотрите, где-то откуда, какой-то Дулевич с этой, с какой, с Кызыльской партией, заботится о нас всех. Как спасти вас, чтоб не погибли? Понимаете? Я говорю, в Барновельской партии есть кто-нибудь? Нет, никто. Я вчера в Покровский собор пошел помолиться с утра, пришел, еще служба нечалась. Ну, закончилось. Батюшки, все законом, выходят, все приветствуются, отец, саким. Добрые отношения? Все. Хотя они знают, кто мы есть и какие все. Пошли мы с настоятельно побеседовали. Он говорит, было на неделе совещание у них в епархии. И зашел, говорит, разговор о вас, архиерей, говорит, поднял. Он сказал, говорит, вот пишут, говорит, там какие-то, там Петровы, там и другие, там, это, говорит, не верьте этому, говорит, и не вникайте в это. Я, говорит, хорошо знаю уже Игнатий Иханович, отца Акима, поэтому, говорит, то есть, митрополит, держится. Поэтому никто из Алтайских никто нет. Это кто-то, где-то он там сидит, там, может быть, он и не тот даже, а под какой-то там фамилией. А может и тот, такой, который, ну, он не знает, как трудиться на Ниве Божьей, этого понятия он не имеет. Он знает только что-то, где взять и, возможно, где-то разрушить еще. Ладно, все. Я еду сейчас причащать Чернявских. И вот еще одно здесь такое, мне попросили прочитать. Ну, это очень важно. Это здесь из Министерства иностранных дел Российской Федерации. О, странных. Да. Гражданину И.Т. Лапкину. Здесь электронный адрес указывается. Ответ на обращение на имя президента России Путина. Игнать Тихонович. В.В. Уважаемый Игнать Тихонович, ваше обращение на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина рассмотрено. Признательны за вашу активную гражданскую позицию и внимание, которое вы уделяете проблематике урегулирования в Сирии и нашей работе на этом направлении. С уважением, заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки Панов. Вот такое. Значит, ответ пришел. Президент, конечно, он не читал этого. Потому что, если президент все будет читать, как Дед Мороз письма, то ему некогда будет заниматься президентством, только письма читать. У него есть специально отделы, которые занимают. Отделы не просто все письма. Отдел, допустим, вот пришел по Сирии, это что? Ага, Южная Африка. Его направляет это письмо в тот отдел, там, рассмотрите его. Пришел там отдел, там, по социальным что-то. У меня там 10 детей, квартиры нет. Это отправляют в другой отдел. Там уже люди рассматривают по этим. Так, наверное, так? Не пустят? Я, а? Это конкретно не пустят? Не пустят. Я же прочитал. Поблагодарили его за это. За намерение. За намерение, да. А Господь ценит и намерение. Поэтому, вот так вот. Чтоб по бомбовый удар не попал в своих живых. Пару слов скажите, братья, пару слов о епископе Евтихии нашем, под которым мы очень долго были и знаем, о чем мы поминаем. Ну, пару слов о нашем епископе Евтихии. Ну, что? Епископ Евтихий был в 1994-м году рукоположен. Он был игуменом. Его рукоположили в епископы. Мы делали заявление, прошение в синод, писали, чтобы сделали нам епископа. Синод рукоположил его в епископ. Вот. Ну и все. Благодаря ему мы сколько лет этих сохранились в этом. Хотя были у нас непростые даже отношения с ним и с синодом, когда мы просили нам благосовения на чтение, библейские чтения на русском языке за богослужением. Непростые были. Но все как-то так по милости Божьей уладилось. Он грозился там даже что-то и запричить там меня, но до этого дела не дошло. Один раз он меня наказал. Были мы на службе. Это были там Шаблыкина. Ну и облачения с собой не берешь, отдали облачения. А всех этих наград-то не было. Ну и я не надел там палец. Просто надел, как вот я дома служу, просто отдал. И все. Ты почему пренебрегаешь там наградами? Ну, вот и конец. Все. Наказал там что-то меня поклоны, значит, и канон там какой считали, значит, и пяти мюн наложил за это. Но потом, когда уже пообедали, вот она ладно, все, я снимаю с тебя. А это обязательно надо? Да нет, это награда. она и без нее награды. Не обязательно, но видишь, торжественная служба надо было. но там нету, я где поискал, там пооблачение не мое, там нету нигде, я не нашел еще и так это надел. А я-то старший как был, я уже с правой стороны от архиерея стою, я должен быть во всей в наградах, как во всех медалях, а я-то нету, а его сделать это что-то это. Сейчас он просто сейчас настоятель Богоявленского собора, но сделали так, что этот собор вишиме, он находится в виде патриарха, ставропагианальный собор, подъявшему подчинению подходит. Если когда-то вы поехали на собрание, то он едет на поехали на собрание в Москву. То есть он местному архиерею как бы не в подчинении местному архиерею. Хотя он не имеет права сейчас ни рукополагать, не имеет права рукополагать. Остальные тайнцы все совершать он может, а рукополагать не имеет права. Потому что он как бы счистится на покое. Вот и все. Здоровье у него не важно. Он также операцию делает, как мне была операция. Но у него что-то еще сложнее там. Вот так. Сейчас никаких таких близких общений нет. А батюшка и матушь потом как? Ну ничего она поправилась. Все нормально ходит. Поправилась нормально. Умерла значит мать Витя Савченко и вот кто знает позвонили в Новосибирске умерла Надежда Яковлевна Игнать может знаешь Олимпиадина сестра Надежда Яковлевна умерла вот позавчера недели Несколько дней назад Так еще какие вопросы ко мне Батюшка хоть немного расскажи как тебя хотели епископом сделать О Господи Павел Да почему ты это все почему не сделали вас епископом Яковлевна полагали Да конечно Это было в каком году приезжал я не знаю епископ Лавр приезжал в Ишиф 10 минут И он там в гостинице останавливался и вдруг ко мне приходит и говорит Владыка Лавр хочет с вами побеседовать Ну я пришел мы весь вечер сидели с ним долго все беседовали разговаривал как где я там родился где вырос как жил как церковь пришел там все ну я все рассказываю у меня даже и мыслей никакой тогда не было что а он уже с Ефтихом у меня уже заговор произошел и они значит уже сговорились ну и все потом проходит какое-то время и на Синодию Синод там там на Синодии принимается решение рукоположить епископа меня и Агапита в Германии был и романах Агапит его и меня епископ рукоположить это было ну а там когда на Синодию идет то за каждую кандидатуру там голосуют что кто ну все единогласно голосовали там что кто знал меня уже знали они ну кто так только за 8 еще не не было осталось и теперь что загвоздка это все матушка матушка куда ты теперь куда ты убавили не там был монастырь в Ишине женский монастырь в Игумене была там в монастыре Чернявская Александра она из Америки ну она русская ну там она родилась в Америке все она на пенсию вышла и вот здесь она Игумене была в Ишине и вот матушку хотели туда не удалось ну и все но время прошло потом уже все в Ивтихе это я говорю ну Владыка простите все не получается у нас матушка обороны держала ну и все время прошло Агапита там рукоположили на какое было время назначено наша хератония но я так остался благодарю матушке слава ей поэтому я сильно объятен очень задушение немного добавлю батюшка маленько умалшивает дело не только в матушке он сам не хотел и приехал и в Тихий и пожелал чтобы побеседовали мы ходили долго в автобокзале везде на улице он говорит ну уговори отца Акима то есть нажал последний рычаг он не хочет а матушке она согласилась это в один день бы она уехала даже препятствий никаких нету ну уговори его он очень сильно хотел но я говорю никогда мы на это не пойдем вот и все было ли письмо от Илариона чтобы он ну или как чтобы мы в московскую патриархию переходили лично я от Илариона не получал лично я не получал было это привозили с патриархии мне письмо лично я как обычно вот как я эти письма получаю я не получал такого письма после 12-го года он вам ни одного письма не писал в 13-ом по-моему было еще поздравление вот это 13-ом было еще так а на патриархии то он писал этого я не знаю не знаю а то есть то письмо что он от нас отказывается это что вы его читали ну вот сейчас я читал мне дали с компьютером прочитал я говорю от него я не получал таких писем все то что мы не принадлежим в Зарумевной церкви от Илариона я такого письма не получал из компьютера было из епархии привозили показывали что письмо но я не получал это было в 13-ом году приехал осенью заехал ко мне Владимир Кассерги был уже и привез письмо от Илариона что Ларион благословит нас перейти московского а указ от епископа Сергия он нас принимает в свою епархию вот эти два таких указа было а я от Илариона ничего не получал но это 14-й уже год это в 13-ом году в 13-ом Максим еще был Максим уехал в июне а это в сентябре он был как оно все быстро это делается по законам церкви вас должно повестить об этом именно Иларион правильно я понимаю да какие законы здесь законы какие законы нету законов законов нету нету законов законы что по законам спрашивайте по 19-ом января по 19-ом января скажите спрашиваю уханимей что водосвятие водосвятие будет утром вечером я буду дома а утром здесь 19-ом января на крещение водосвятие будет утром здесь вечером я буду там на это здесь буду все договорились а вы после рождества еще приедете после рождества еще будете я тоже ухожу с батюшкой так не прозвучало громко я вас попрошу всех помолиться о Мешлим Мешлим имя такое это свекровь Маргариты дочери Нианилы Алексеевны она очень просила помолиться потому что это вот свекровь и она возникает что она молится там и она против этого поэтому помолитесь пожалуйста Мешлим о расположении сердца да помолитесь записывайте так братья и сестры братья и сестры батюшка по-моему предельно ясно сказал все все что там есть какие слухи все эти бреди нужно отмести и заботиться о своей души и молиться а этому противнику Христову ему нужно что ему нужно поразить пастыря чтобы рассеялись вопцы и он может прибегать к любым своим козням извечно творимыми им поэтому нужно быть очень ввидительными и уж если мы прилепились к тому что считаем истиной и уже здесь четверть века то наверное все таки здесь истина истина прежде всего в слове Божием а здесь чем занимаемся изучением священного описания словом Божиим вот от него и будем отталкиваться Игорь Тихонович батюшка рассказывал только о том что было внешне что за этим есть вот это самое главное сказал а чурки все правильно раскол в 1054 году произошел главный раскол на западной восточной церкви кто произвел раскол православные говорят католики западная церковь а католики говорят православные и называют хизматики а эти сразу и разошлись на тысячу лет и сколько за этого было ну а как узнать вот спрашивать я исследовал это дело и нашел кто производит раскол тот всегда оказывается в стане врагов гонителей а теперь посмотрим было ли то что православные а за что собственно было от папы легаты то есть по нашему сказать кто там митрополиты молились с православными и во время моления до этого все еще было вместе одна была церковь и они от папы анафему на патриарха фотия положили на престол в православном храме это вообще вещь неслыханная впервые в мировой истории была ясно как на это было смотреть ну а эти вы что делаете во время богослужения литургии на нашего патриарха тут анафему ну а у католиков там с той стороны вселенская кафолическая поэтому у нас сохранилось название католическая кафолическая это ТФР ассимиляция звука кто гнал и вот теперь когда крестовые походы были они проходили по православным где храмам опустошали все католики православные никогда туда не ходили не завоевывали определяйте кто кто от кого это другой вопрос но кто оказался в роли гонителя это и показывает где гонитель а награда от Бога великая обещана не за то что ты будешь гнать а за то что ты терпишь когда тебя гонят и вот здесь раскол 17 век есть фильм до Столя Николая поставлен кто расколол старобрядцы где-нибудь которые не подчинились Никоновской реформе они кого-то гнали из этих нет этих гнали тысячи людей сожжены были самосожжением один епископ только Павел Коломенский не согласился зачем реформа зачем это все молились двуперстно давайте треперстно чего ради то ритургию стали по-другому зачем он не соглашается и поэтому его сожгли Алексей Михайлович сожгли епископа своего который вчера вместе молился история нам свидетельствует что эти люди начали гнать как молились так сказали так не так сразу пальцы отрубать ну то есть началась инквизиция в России и поэтому не старообрядцы раскольники а те кто произвел расколы кто гнал дальше мы идем 1927 год более 50 епископов находятся в вузах в это время митрополит Сергий Строгородский не выдержал и подписал заявление особое там Тучков был в этом и генерал НКВД как себя вести он говорит я не враг но дальше патриарх когда выйдет скажет но я не написал что я друг советской власти он был арестован сидел а тут обновленцы все захватили и вот здесь проявилось кто гнал кого стали гнать те которые остались прежние как были от патриарха Тихона или те которые к советской власти прильнули это стали гнать везде храмы закрывать советская власть им отдает этих кто сидели в тюрьме сказали всех объявите врагами народа но враг народа это расстрел на совесть этих обновленцев тысячи сотни тысяч только духовенства но эти обновленцы это кто такие ну если слышали то знаете обновленцы будущие патриарх Алексей I Семанский туда Сергий Строгородский второй Сальнский патриарх туда но народ совсем перестал ходить в храмы советская власть повернула назад и что Бог должен утверждать то другое кто благодатный они сразу приносят покаяние и все то есть эти по новому обряду новые это вели которые обновляться они на русском языке как вот Георгий Кочетков они их московской патриархии но их почитают там Веденский был Красницкий их руководители тогдашним обновленчество никуда не делось оно под старым обрядом зашло сюда оттуда тысячи смещенников были приняты через покаяние и они остались те же самые они не могли быть другими теперь когда за рубежом оказалось не два человека около семи миллионов там сколько было епископа они в Карловых Варнах им предоставили возможность эту собрались и они образовали синод синод не церковь они себя никогда не мыслили отдельно и патриарх Тихон издает приказ или указ тогда был 362 номер разобщенность везде никакого синода нет каждый епископ сам занимается и тогда поняли не этого ли Господь хотел от нас для чего революция все это структура церковная кто под каким епископом и наконец доходят каждый сам по себе священника этого нигде нету спасайся кто как может и вот Волги Никифоров об этом описывает священник идет у него антимин столько в Котомке все ни храма ни алтаря ни престола и он говорит не это ли хотел Господь чтобы мы вернулись к первоапостольскому времени и пошли по России по людям но мы то должны понимать что так просто в мире события не складываются что-то к этому подводит и вот здесь батюшка рассказал да такие грехи там не стоит поминать ну не будем поминать он знает но грехи о которых страшно говорить за этим архиереем были шесть священнослужителей вышли сразу приняли ну все на законном основании Евтихий был второе время архимандритом я когда был в синоде в Америке я о нем ходатайствовал чтобы его поставили епископом но когда он уже был епископ и у нас ну не все было ладно на меня очень сильно он однажды огневался и отлучением грозил за три материала которые у меня вышли это о слове на русском языке о благовестии а я говорю любите врагов то есть то чтобы мы пассивисты не принимать присягу три вот это он очень огневался батюшку там под запрет меня на отлучение и я сразу пришел здесь и сказал что бы владыка не сделал выполним сразу но то есть я буду в коридоре стоять не буду прищищаться то есть и питьем наложим но в университет где я веду занятия во всех отделах милиции в воинских частях он туда не может это к делу не относится радиопередачи три я ввел это за мной остается но он вовремя остановился да другое дело писатель георгий черкасов пишет а он даже маленько там через кого-то как бы родственник оказывается и он говорит вот что удивительно как братья лапкины сумели переломить епископа иптихия что он стал за русский язык это вообще невиданная вещь среди епископов так было как-то приехал батюшка туда смотрит архиерея один молится о священниках и диаконы сидят отдельно он говорит а что вы не молитесь да он что перевел за упаковь все на русском языке а они за старый держатся то есть братья лапкины зазомбировали иптихия и он за русский язык ну гуру алтайский теперь вот батюшка говорил какие годы было иптихий уже отошел 5 лет прошло то есть вы когда ездили там говорили об объединении в Америке о единении причастия что причастие о причастии только что вместе причащаться о каноническом причастии об объединении не было ни слова там батюшка второй представитель был я спрашивал другие как нет но самое опасное то что никому не давали записывать ходили люди чтобы нигде на моих нафон еще не записывали честные люди так не делают то есть уже решено было глава вот этого соединения хотя давайте на время скроем это Владимир Владимирович Путин это опытный человек полковник КГБ он знает как представьте даже одного человека где-то завербовать за рубежом чтобы он к тебе был расположен это огромные силы нужны а этот сразу одновременно одновременно 360 пунктов по всех странах мира образовать то есть такого успешного сотрудника или работника КГБ не было это Путин это очень умный человек в этом вопросе очень талантливый и теперь собрались архиереи они понимали что все уже заканчивается люди приезжают сюда причащаться нельзя в книге к Слову Божию нет уст моя переписка с митрополитом Виталием но очень близки были у меня ставлена не ставлена грамота на пропасть всестороннюю и он говорит мы близки к тому чтобы это в эту московскую патриархию батюшка не слышал просто патриархию буду говорить слава московскую ударить а какая непонятно тогда может финская да неплохо готовы объявить говорит близки к тому полностью безблагодатные это просто сборище преступников но митрополита Виталия нет другие видят а говорили что люди приезжают оттуда а им нельзя причащаться и вот этот разбор решили тогда ну давайте как-то что разрешить когда они приезжают живут временно здесь там причащаться и сразу раскола учителя расколом тех которые на близкое сообщение пошли мы говорили мы не согласны ни с чем но какое решение примут мы подчинимся мы подчинимся так мы все и сделали мы заранее это все видели на этом не остановятся и вот теперь раскольники кто зарубежный раскольник какое они отношение это вообще люди в эмиграции изданные 7 миллионов они раскольниками все время отбирали у них храмы ну там храм Магдалины в Израиле было с властями вместе выбрасывали монахинь это патриархия все дело и вдруг сразу мы снимаем все претензии на храмы ну раз все вместе все снимают и если раскольники они даже если войти в патриархию покаяние нигде ни слова простите это просто была ошибка никакие не раскольники 50 лет клеймили раскольники зарубежные вдруг сразу сняли почему ну а теперь они под ними лежат зачем ну выдавит не надо а вот теперь раскол русско-православная церковь зарубежная дала 13 юрисдикций после этого кто расколол ну я всех не знаю но минимум три вот пасечник архиепископ Тихон Омский фамилия пасечник его агафангел пашковский в Одессе и орлов в Нью-Йорке я у него на квартире жил в Америке был митрополитой кажется этот один из них архиепископ Тихон а там агафангел это точно имеет рукоположение 100% остальных я не знаю просто это настоящая церковь мы посмотрим чего от нас Бог хочет патриархия имеет какую-то власть над нами никакой мы никогда там не были общенообразованы вне ее были никакого отношения не имеет а эти вы внимательно слушайте что вы помолитесь об этом мне это открыл сам Господь главное качество у человека что уподобляет Богу свобода Бог свободен и человека сотворил по образу и подобию своему свободен свободен где в совести меня нельзя заставить чтобы я молился поминал кого-то я должен сам дойти до этого мне сказано молиться за врагов за начальствующих я молюсь за Папу Франциско за Венедикта за Обаму за Ардогена этого в Турции война на носу мы всех молимся монахи молятся за весь мир я говорю еще за них голубей молюсь разве дальше благодатной считается да признали благодатной теперь эти начинает закулиться теперь втягивать и наконец говорят которые были здесь общины мы их вычеркиваем у меня больше ничего не было батюшка не на запрещение а теперь делают так те отреклись а эти никогда не были над нашим батюшком сегодня на земле вообще власти никакой нету это я стал смотреть по житиям святых за 2000 лет не было такого это другая юрисдикция чтобы ничем не повинные люди и один бы епископ другому скинул возьми вообще этого не было они не знают что с нами зачем столько времени толкутся в прошлый раз когда был у нас митрополит Сергий местный Иванников то у нас сложились очень хорошие отношения теплые теперь говорят он никогда к вам не приедет не знаю и он говорит мы рассуждали где рассуждали не знаю но судя по тому как он сказал я понял что рассуждали они не здесь с патриархом потому что есть сведения на это что оставить вас так многообразие все дары Божьи раскрываются лучше и он поэтому приезжал служил ну представьте только нынче ну нынче это вот 16 сентября 2015 года он приезжает секретарь репархи священники приезжает семинаристами хор привозят и он сам меня посещал а все нас знает но главное он может не знал нет он знает сам в алтаре и говорит поминает святейшего патриарха Кирилла первый иерарх русско-зурбежной церкви митрополита Илариона он произносит зачем произносит ну потому что это законно все и вдруг вот эта возня начинается доказать что у вас никого нет этот отказался допустим отказался ну что это на нас накладывает какую-то обязанность ну он отказался это его свобода ну жена оставленная мужем но она носит его фамилию общие дети или что там что удерживает Власов сдал две армии да кто виноват те которые сдали туда или тот кто сдал а вы откройте Евангелие Иоанна откройте кто-нибудь прочитайте 10 глава 12 стих он на столе лежат на столе Евангелие лежат Виктор Андреевич прочитайте это я просто показываю что нам хочет сказать Господь через слово свое Евангелие от Иоанна 10-12 Иоанна Иоанна 10-12 4 Евангелие вы если это поймете у вас будет постоянная радость сердца что нам Бог доверил Он никому это не доверил только нам почему этого я знать не знаю Евангелие от Иоанна 10 глава 12 стих а наемник не пастырь которому овцы не свои видит приходящего волка и оставляет овец и бежит и волк расхищает овец и разгоняет их кто наемник кто овцы и кто волк вы сами тут решите куда нас дают почему он волк оставляет нас это другой вопрос но мы молились и молимся в наших молитвах и о митрополите и о патриархе то есть фактически сейчас сказали а кому вы принадлежите на нас нападает и говорит ну только не говорите что Христу это сектанты да кому только уж не говорите что Христу вы принадлежите то есть ну понятно что с одна вылез с орогами и когда мы расставались вот 16 сентября ну рядом совсем я митрополиту и говорю мы договорились молиться друг за друга я говорю смотрите чтобы нас заочно не разделили да вы что а потом говорю уже копытами стучит это снято все вот так показал два раздвоенных пальца и говорит уже стучит и сейчас мы с ним разговаривали по телефону он говорит какие-то люди нападают и теперь они на него жалуются патриарху к кому он едет там к таким людям он говорит у меня впечатление такое что будто бы не убить вас хотят это действительно так сегодня уже грозились прийти сюда это изверги я их называю патриарши кодл вот это когда собака гуляется и они там кобели собираются и прочее непрерывно то один то другой какой-то Петров где у меня позови Надежду Дмухова она написала одно подождите вы понимаете что выбрать нельзя в первую очередь мы ни от чего не откажемся спрошу ее смотрите полное молчание мы ни от чего не отказываемся мы сидим на месте мы подаем заявление куда-то переходим никуда мы не переходим а решили оставить нас так если когда отошел Итихич считать там благодать отошла не решились когда написал письмо я благословую перейти то не решились это и епископ знает то есть о благодати о спасении речи вообще нету они в отчетах дали что не существует в записях у них в синоде в Америке общий на территории Российской Федерации а это зачем им нужно ты понимаешь речь то идет не о спасении не о Христе но я говорю ладно там написано я Павлов я Полосов вы нам оставляете выбор-то небольшой Кифин я избираю я Павлов вы удовлетворитесь нет нет конечно ладно с сегодняшнего дня мы подали прошение нас Папа Римский примет вы удостоверитесь это документ нужен но вы не остановитесь им нужно раздавить чтобы не было нам Господь дал такой свет такую свободу почему именно нам Господь дал а это показывают гонители мы их не гоним мы за них молимся скажи Надежда вам что от того что мне пришло из департамента иностранных дел кто чего написал не ну была рассылка опять от Петрова погромче чтобы я слышал от Петрова опять это была рассылка что вот это в новогоднюю ночь которое к вам пришло письмо это якобы он написал и прислал ну хорошо допустим так я сейчас поверю кто сделал эту подделку гербовая печать стоит подписи это уже уголовное дело я завтра же отпрощаюсь с ПСБ он будет здесь это может быть пацан на соседней улице но я определенно скажу это патриарши часто причащаются вот два качества которые есть они не подготовлены поэтому там сатана что хочет делать то сначала Дудинск Уратовский там Самсонов они один за другим Бирюхов лезут полное абсолютное кодло собирается зачем это нужно зачем чтобы свободы никто не знал вы почитайте последние материалы выставил Андрей Кураев как трясет епархию сейчас говорит голосовать за патриарха ни один не проголосует какими налогами говорит их обложили Андрей Кураев сообщает священники буквально продают все семинарии принимают таких которые через 10 лет ахнет вся страна кого принимают это не мои данные а там выступает один за другим священники их выступления а что вы должны делать молиться и сидеть тихо мы никого не трогали так чтобы был раскол и ничего не делали вот мы сидим вот литургию мы засняли сегодня та же самая литургия и вдруг раскол от чего раскол а кто у вас ну что мы как поминали так и поминаем он же сказал а я запрещаю поминать меня такого никогда не было а если скажет я отвечаю на это так пытка вопрошала а боль отвечала вот один мученик так сказал вы меня пытали поэтому ну янгус говорит ну и что протопопа ваху мы пытали ничего не добились сожгли как янгуса нас никто не пытает мы должны молиться за патриархию за патриарха и мы молимся каждый день и вот это что сейчас вокруг нас это свистопляска это просто проверка на прочность на что мы вот мы рассказали батюшка законно рукоположен но я стал молиться вопрошать Бога почему я увидел Бог доверил нам чтобы всему миру показать что такое свобода свобода когда ты прямо ко Христу обращаешься мне не надо крышевать меня каким-то епископом скажите а что-нибудь вы имели от тех епископов за рубежом ничего ни разу кроме того что они нам дали антиминцы и мира ничего нет хорошие отношения соблюдались и когда батюшка возвращался из Америки то там кажется Николай Савченко в Санкт-Петербурге и спрашивает а как у отца Акима там вы с ним были так как у него там без него а и в тихий ответил у него идет там все как надо то есть это самостоятельность которую нам Бог дал и вчера на меня вышел человек один я не ожидал даже такого лютеранин который принял рукоположение от старокатоликов я весь день вчера хожу в особой эйфории с бородой говорит пробовать прекрасную ну там свое есть а я всегда говорил чтобы вот это примирить как-то стебекбаптисты во всех отношениях лучше нас но у них нет рукоположения дать им но заранее договориться не трогать православную догматику принять православное толкование в пределах где-то и каноны которые приемлемы без которых ну которые там отбрасывали то другое это то о чем я полвека ратовал и вдруг может быть уже мне сегодня вечером отходить и Бог меня порадовал я открываю тебе это есть это единственный путь не гнать не добить это одна семья это христиане выход только в одном молитва смирение и спасение которые нападают ни разу ни о душе ни о спасении ни о христе совершенно ничего нету ни одного слова нет нам Бог дал свободу поэтому благодарственный канон воздайте Господу как Он нас чудно сохранил поблагодарите за правителей в стране чтобы не было покушения на них за патриарха за всех благодарите Бога что нас не тронули они угрожают уничтожением нас он ходил под разными именами там Петров Зибанов он и меняет называется Ник сейчас у меня пришло обедомление вчера мне принесли надо идти на почту сказали должна на бумаге прийти вам ответ но этот ответ не окончательный его еще не один раз могут смотреть а почему так думаете это ответ только на то что как они восприняли восприняли мое письмо я просился чтобы мне помогли пройти туда через Турцию но за это время пока письмо было с Турцией отношения полностью разрушены смели самолет-то который они из-за чего идет но не означает что мы не дали им пример а мне уже пишут ну вот вы сказали ой-ой-ой вы же знаете что вас убьют знаю но вот если вас убьют вы понимаете что дальше будет я говорю а что дальше будет канонизация сразу же книги ваши почистят где там что не надо убрать которые за вашими роликами гонялись вот я с одним там был вместе беседовали а ему точно надо скрестить надо там жена нажала на него или его должность пообещали особенно сенатальным отделом они играют этим миссионерским отделом ну и дальше как да я не знаю они говорят будут искать ваши где вместе ролики будут я с Игнатьевым сдался вот они будут а дальше патриарх приедет здесь крестный ход сделает как это все это делается ну и мощи я только на это сказал как дам сапогом так и вылететь отсюда из могилы то есть уже начинается с разной стороны смотреть ты только Бога благодари поэтому для себя я взял считать благодарственной молебен дома благодарить Бога вот такая миссия как нам никогда никому не была дана но и поступать как они с нами дескать взять до общины перекинуть другую юрисдикцию не было мировой истории никогда нигде это на нас Бог испытывает то есть мы достигли особой кондиции прочности и Бог нас испытывает мы не лучшие мы грешники ну судя по событиям но такие как все тогда где-то должно было быть за 2000 лет нигде не было мы сидим на месте мы поминаем мы молимся приезжает в алтарь у нас поминает когда приезжает архиерей в московской патриархии московской тут можно помянуть да поминает патриарха поминает как сказать ну главу не главу а предстоятелем или первосвятителем зарубежной церкви это значит нами путь был не самый избран Бог указал это единственное верное и те которые 13 юрисдикции могли пойти этим путем а они теперь только ожесточаются все негативное где есть московская патриархия они теперь все страхуют и туда нам это не надо нам нужно быть кроткими смиренными и молить Бога мы решили вас так оставить за нами прошло а когда он был первый раз вот привез батюшке указ местный архиерей и когда совещание будет чтобы приезжали я на это ответил делить шкуру неубитого медведя нельзя и он как будто никогда не было то что он написал опять приезжает у нас хорошее отношение просто хорошее помолитесь чтобы заочно Бог не допустил эти авантюристы что-то там не сделали не насеяли один ко мне заходил и грозил с оружием я его закрыл вот с кем переписываетесь вы занесите в черный список вы не можете остаться без повреждения если вам на страницу яд это все время выливает вы в этих миазмах греха можете задохнуться а там везде есть можно нажать или что-то сделать и чтобы тебе не поступало это мерзость от них они ничем больше не занимаются если тебе Бог открыл храни эту истину донеси до потомков и когда я на молитве просил Бога открыл я не могу объяснить такая радость внутри Господи этот выбор свободы дан нам нас сейчас не может батюшку запретить не патриарх он никакого отношения не имеет а те уже давно вычеркнули нас все а мы ничего не менялись но они завтра политику если сменят ну да там была ошибка як они бымши они говорят ну как зарубежная церковь усаробряться как в прошлом считали мы гнали 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 333 года а теперь давайте забудем як они бымши так это может быть с нами мы оставляем пример для потомков не ожесточиться молиться и благодарить Бога что такую дал нам такой жребий такую планету вот у меня к вам вопрос почему они нас называют сектой ну хорошо не буду называть секта не будут динаминации что изменится секта знаешь секта от слова сечь ну правильно и говорится теперь посмотрим словарь иностранных слов что такое секта это люди у которых другая догматика у нас нету от господствующей церкви и второе отрицающий институт священства не имеющие а отрицающие то есть не нужно ничего как у баптистов все в понятие секты больше ничто не входит у нас нет ни того ни другого они берут там Иринея Леонский Киприян сказал там церковь кому не мать отец Бог не отец те которые написано там если отошли образовали отдельно и стали приносить там отдельно скромную жертву мы никуда не отходили ничего не приносили то есть к нам не относится ни один канон мы ничего не нарушили нигде и никак они ну кажется шубу на кисель натягивают ничего нет вообще ничего нету вы молитесь об этом я вопиял и вопиял Богу Господи покажи где и Господь показал где подобие отношений церкви и Христа можно проверить на земле как муж и жена посланники в христианах пятая глава муж и жена я отсюда сделал вывод а если муж развелся и бросил ее это не Христос который считается епископ она считается женой при живом считается он еще не умер ну а фамилию она оставляет свою ничего так у нас как называли русско-православная зарубежная церковь так и остается мы никуда не идем я сходил в отдел юстиции краевой я говорю такая история ну у нас же что перерегистрироваться да вы что ничего не надо то есть мы обезопасились со всех сторон нашим Господом Богом поэтому молитесь за гонителей гонители это лучшие друзья особенно неприятно когда бывшие друзья такие задушевные беседы были ходили вместе в дом Божий разделяли искренние беседы ну о чем сказал царь Николай при отречении вокруг измена трусость и обман это вот эти изменники трусливые и обманщики нам это не надо мы должны быть честными открытыми любящими кроткими и смиренными но кротость и смирение перед лицом Господа не означает что мы должны видеть беззаконие и молчать молчанием предается Бог Григорий Богослов говорит почему ты видел беззаконника и не обличил его а почему он на баптистов не нападает а они к ним никакого отношения не имеют а почему которые отноши я называю гопангел митрополит Антоний почему на них не нападает а их нигде нету а мы внутри они понимают мы рядом и мы говорим вот это не надо вот это убрать раньше 30 лет не рукополагайте крестите в полное погружение учите людей об этом говорит патриарх я небольшой хотел сказать кто видел фильм называется Ирей Сан это покаяние одного самурая и вот решили этот фильм поставить там Мамонова знаете фильм остров там главную роль играет священник Анатолий но охлобысти наслышали тоже в сещании кругоположен он юродивых играет везде все кривляется и вот они поставили этот фильм и один из артистов Голливуда это общеизвестная фирма такая артистов его звать Кэри Хиро Юки Тагава и вот он играет этого самурая какие гонения там какие банды приезжает в Россию тут пьянство сплошное ну а у него там мафия убивает брат он должен выехать туда ну и он приговорен к смерти и вот этот артист еще раз назову Кэри Хиро Юки Тагава и вот он какой японец из этого и он принимает православие сейчас здесь уверовал как бы и теперь его крестит митрополит Иларион Алфеев и тут представитель видимо посольства все это показано в интернете уже ну все это прекрасно но самое то главное что перед этим только выступал с Дугиным беседует митрополит Иларион и говорит у нас во всех требниках везде написано что погружение должно быть полное что крещение только с троекратным полным погружением я так радовался его везде Алфеева это выступало ну по внешним отношениям правая рука патриархи Кирилла и здесь и здесь какая-то большая чашка и в нем они его волосы мосят такому человеку на весь мир я ушастнулся господи да мне совсем не верят в суд божий да что ж вы делаете да в Москве на Берсеневке отец Кирилл Сахаров рядом с храмом Христа Спасителя у него все приготовлено он крестит только в полное погружение служит по старому обряду а сам не единоведческий московского патриархата и вот они здесь как там принимают и вот как он стоит раздетый зачем раздетый непонятно и вот такая вот чашка я называю Садко богатый гость фильм был так у него чаша вина больше была меня это настолько огорчило притом митрополит который говорил за полное погружение и вдруг как будто никогда не говорил вот поэтому им нельзя верить нигде а проверять по слову Божию ну такого человека артиста такой фильм поставили ну ну можно было одного-то на вид какой пример другим-то был бы то но ничего этого нет теперь это чашка воды так и останется навеки а делающий дело господне небежа проклят Еремея 48.10 и Бог будет когда наказывать говорит и проклят кто заступаться за них будет меч господень удержит от крови все пророчества все сходится показывает сейчас на этот год сегодня материал только выставили Азербайджана не было это Сталин с Троцким говорит образовали вот это а это Турция те же самые турки у нас внутри сейчас говорит столько этих турок мусульман больше чем вся милиция и все вооруженные силы взорвут страну буквально за несколько часов вы поняли и никому дела до нас не будет а вот тогда и выявится кто кем был поэтому усилььте молитву за правителей чтобы они мудро поступали никогда не прислоняйтесь когда помосят там президента там Порошенко там Рамзана ничего мы не знаем хотя от них у меня благодарности есть на руках от Кадырова и от Лукашенко Александра только молиться им очень непросто а русские везде сходятся что сейчас пойдут Константинополь греческие там пророчества Стамбул столица у них там хотя это Анкара у них столица и отдадут теперь ее грекам а греки сами воевать не будут и будет царь-искупитель в России но на короткое время но царь мужественный там рисуют все это кто сказал Черниговский Лаврентий об этом Осипа профессор сказал Атихрист придет его по всем признакам его примут православные первые потому что они бьются за царя он в виде царя и придет по всем признакам даже очень похоже если по всем признакам смотреть поэтому надо быть внимательным к тому что вокруг происходит то что с нами вот сейчас это есть ну это это знаковое событие видимо в последнее время как вот как раз с котомками священники шли когда все отняли так и здесь никого надо нет кроме Христа в любом храме а батюшки не будет мы договорились в любом храме причащаемся мы московскую патриархию считаем благодатной я с первого дня это говорил и оно вплотную подошло а что это Бог полагал мысли на сердце когда ты злоба не ослеплен почему Исидор Пилосиот говорит предвзятость не дает здравого мышления а злоба вообще разум отнимает они предвзято относятся к тем кто не пошел ну а злоба тут понятная какая все у меня спасибо Христос и так кто услышит слова раскол секта во первых знаете что они означают и те кто произносит эти слова скорее всего не знают значение этих слов на истинное либо умышленно используют ложное понимание этих слов секта еще вот что простонародие означает всякую ветвь не приносящую плода он отсекает засохшей ветвью а уже плодоносно Бог определяет поэтому секта называется те которые отрицают институт священства мы никогда не отрицали я всегда во главу говорил работая с сектантами оставлю это на первое место к нам вообще никак это не относится но они думают уязвить как Достоевский говорит хочешь сильнее уязвить своими грехами упрекай его ему будет обидно скажешь да это ты такой а не я а в третьей книге есть даже написано как женщина благовидно ведущая жизнь целомудренная ненавидит блудницу или та ненавидит ее говорится что там есть то так это на праведного неправедный это всегда так вот если она ведет себя не так то как она живущую и правильно ненавидит распутной жизни поэтому они нас ненавидят очень даже просто понятно просто понятно как один священник тут выступил в нашу сторону и говорит если бы Игнатий не задевал эти пороки церковные к нему отношение было совершенно другое и Андрей Кураев говорит это все обосновано если бы он молчал а этот говорит Савонарола меня называют это один мучени католической церкви опять вышел опять обличает патриархию мне уже Савонарола назвали Савонарола Игнатий Тихонович Андрей Кураев это молиться молиться надо на как деятельность его сам не снят и он постоянно публикует что у них там делается вот это гомостеоксализм содомство сплошное прямо все имена все названо и теперь как вот эти деньги берут вот это корысть и трусость это новогодний материал и с ним ничего они не могут сделать он факты показывает где-то за нами ничего нет в чем они сегодня открывают друг друга мы должны молиться о том чтобы церковь Христова очистилась от всего что не славит его он нас переплавляет и вот заметьте когда блаженны нищие духом и перечисляет и последнее блаженство какое когда будут гнать вас неправильно злословить сектантами называть что нужно делать радуйтесь радуйтесь и поэтому выход только один смирение перед Богом он нам открыл путь свободы но и знайте что до нами теперь будут следить архиерей он бы знаешь как архиерей сейчас бы тебя зажал а нету мы прямо обращаемся к Христу братья сейчас в прошлое воскресенье я говорил о братьях Борисе и Сергея из Воронежа говори доброе утро да нет собрание заканчивается батюшка поехал там защищать исповедование ну что приняли поблагодарили но у меня пришел документ пойти на почту получить видимо в письменном виде пришло но это я считаю только первоначально вполне Господь может стронуть и сдвинуть совершенно невероятные вещи а написано одержи не постыжают что же я терять буду я не настаиваю но я сказал что есть другой выход а вот это я скажу там когда там буду я это никто не выполнит не выполнит это мой жребий таких предложений никто не делает у нас был тут очень хороший мэр города он входил в десятку лучших мэров Баварин Владимир Николаевич и у него было 60-летие кажется ему нанесли подарков полный кабинет ну я маленько написал написал на бумажке обыкновенной там ну печать поставил что надо думать о вечности он хороший был такой помог нам все это сделать вы умрете ничего это не надо было ну вот у него там советник один общинников Владимир Петрович и он говорит он сказал так говорит обычно говорит на похороны столько несут цветов а мне говорит при жизни нанесли а потом все поздравления на золотых бумагах отложили в сторону с одним моим стоит и считает раз другой третий я говорю о вечности места Библии вот и все так что наше письмо которое я писал оно может вспыть в такой момент когда мы знать не знаем когда у артоксерца Бог сон отнимет то есть у Путина он прочитает и скажет а почему не воспользовались может так быть я не настаиваю отец я не настаиваю может быть и так но мы дали по-евангельски но я дал что есть выход если они не созрели ничего не будет я сказал вы меня используйте протолкните к ним туда на верную смерть у меня главное оружие с тобой будет любовь к Богу и к ним да да нет воли Божьей нет значит еще не будет но Господь знает наше намерение помочь отошел все с Богом отошел все а кто это отец Ян Ян Суворов он думал что я рвусь туда если вам отказывают это тоже от Бога надо принять я говорю конечно и может как он Баварин считал мое отдельное письмо это мне советник говорит общинников так и здесь может случиться что у Путина отнимет двух сон и скажет ну а кто-то предлагал какие-то как это урегулирует с этими с боевиками скажет да был один тут сумасшедший старик а ну-ка давайте послушаем а что он хотел сказать да и не он не написал он сейчас одно слово даст и меня завтра вызовут ФСБ и я им там приоткрою чуть-чуть краешек у меня с тобой четкая ясная программа я сказал не меньше года чтобы я там был я иду на смерть на смерть стопроцентно вот так братья и сестры я через интернет обращаюсь к брату Сергию он знаете что он смотрит все наши собрания и он наш член к нашей общине и мы с ним по e-mail общались теперь мы общаемся только по скайпу но не напрямую видео а вот по письму и он написал на мое так сказать вот обращение в прошлый раз что я раздул из мухи слона так что прости меня брат если я раздул из мухи слона вот но это вот приношу свои свое покаяние перед братом Сергием брат Игорь хотел что-то сказать хотел сказать на то что вот это все у нас состоялось мнение свое апостол Петр когда-то выслушал от Христа слова он говорит Петр все сатана просил сеять у вас как пшеницу но некогда обратившись ты расскажешь братьям своим ну то есть покажешь пример вот как раз вот это рассеяние пшеничное то есть вот когда пшенички все вместе собраны это вот тело господнее получается вот то что мы видим сейчас на столе у нас стоит это образуется мы апостол Павел говорит мы члены Христовы то есть все вместе и вот когда состоялось в 17-18 году собор российский то там решались вопросы и был очень интересный вопрос решался о русском языке чтобы богослужение и чтение там все были на том языке который перелив в 1876 году библейское но он замер этот вопрос это четвертый раздел это там разные вопросы решались это где-то в 18-м году в самом начале проходило все и одно из решений остановилось на том что община сама должна решать на каком языке проводить собрание и это центральное я считаю богослужение ты имеешь в виду да там написано и богослужение и главное чтение на библии вот самое главное что было то есть община сама сами люди прихода решают как проводить все это то есть церковь это объединение наше с вами и то что мы сейчас оказались вот в этом положении дело все в том что до этого вот всегда нападки были на Игнатия Тихоновича были нападки там где-то на батюшку говорили да а теперь вот такими вот провокациями вот сатана ну через вот этих злобных людей которые сеют это зло он пытается каждого из нас сдвинуться с точки церковной понимаете выбить нас из тела церковного пытается рассеять вот эти пшениченки чтобы разлетелись а почему птицы прилетят поклевают эти бесы и все и не останется у нас и мы видим что это уже достигается то есть вот некоторые уходят именно говорят я не хочу быть в расколе сестры у нас пошли от московской патрахии так же ну раз так же все понятно для вас но сколько до этого мы вместе все решали запомните решается это многое вместе ну священник рукополагается не нашим решением однозначно мы уже это знаем диакон может рукоположиться нашим решением и это мы тоже видели было такое а чтобы а чтобы переброситься в одну из одной церкви в другую церковь это может решить только общее собрание но мы добавь не из церков юрисдикция юрисдикция да ну как церковь да церковь нет конечно но я имею ввиду храмы и я хочу сказать то что мы вот здесь вот сидим вот это выслушиваем и в очередной раз и так далее это как раз говорит о незыблемости каждого позиции церковной что он относится к телу христов потому что я смотрю сестры сидят спокойные что-то переспрашивают это как раз говорит о спокойствии внутреннем что все спокойные никто не мечется нету вот этого сумбура там никто не выскакивает как революционеры вспомните курят сидят там один гранаты готовы кидать там кто выступающий у нас все спокойно то есть батюшка опять объясняет в очередной раз это мы уже слышали Игнатий Тихонович подбадривает то есть а церковь она как как говорит наше дело победа сидеть спокойно и сидим но мы не на дрожжах своих сидим еще хочу добавить потому что благовестие у нас идет у нас братья сестры кто кому по силам ходить трудятся идут благовестуют Игнатий Тихонович Европу только что закончил объезжать несколько лет и ездили и так далее то есть и теперь такие такие полновесные шаги уже не просто как монахи а мы там сидим молимся за весь мир вот натурально настоящие шаги показаны уже уже не просто так а письмами великим людям мира сего которые что такое что которые хотят которые могут решить судьбы какие то всей вселенной поэтому братья сестры я призываю вас оставаться с теми же молитвами которые вы сейчас молитесь в том же состоянии вот это не распускать никуда свой разум всегда оставаться в молитвенном бодрствованном состоянии и если вдруг какие то вопросы возникают решать их здесь у нас с братьями сестрами конечно с батюшкой ну и Игнатий Тихонович у нас тоже есть слава Господу спасибо Христос правильный брат сказал последние слова что не надо принимать поспешные решения возник какой то вопрос сатана он будет лукаво мудрствовать вас заставлять а вы не мудрствуйте от лукавого а мудрствуйте от Господа и рассудите в начале здесь есть вопрос какой то придите спросите батюшку Игнатия Тихоновича наставников наших а потом уже принимайте решение я вам всех прошу прощения в первую очередь потому что ну это надо будет прочитать библейское общество прислало как они там были и вот это рассылает чтобы деньги жертвовали им кто может мы их знаем они к нам приезжали это ваше дело но я не скрываю возьмите посмотрите я прошу прощения потому что мой срок жизни закончился практически то что мы слышали это вымолено у Бога сидеть тихо и спокойно определенная четко мы в патриархию никогда не пойдем никогда потому что это смерть на следующий день Даша имеет власть запрещает деревня не будет лагеря не будет мы это очень хорошо знаем и это своры которые вокруг нас воют нападают они другими не могут быть но сейчас они ничего нет они знаете как пуля непробиваемое стекло я вижу только они лают лают вот как видите я легенда там эти нелюди человека пожиратели кидаются они еще не могут достичь они ничего не могут сделать мы совершенно неуязвимы для них и над нами никто не может командовать и в то же время мы всех признаем мы молимся за всех нас обвиняют за то что я пишу об этом я признаю за церковь католическая грига армянская копская сфирская имеющая он по положению все выразили мнение но мы православные мы придерживаемся православия батюшка сказал что перед рождеством в храмах московской патриархии где идут богослужения кто может пойдите туда там считается евангелие все подряд будут читать у нас тут не будет в этот день насчет рождества то я не знаю как вам в четверг ну давайте решим как всегда 8 часов утра 8 часов утра на рождество да на рождество в конце дети будут давать как всегда а ночного не будет служения нет а когда оно было нету ну почему мы не делаем собираемся здесь в 8 утра да но люди-то рабочие не могут работать это выходной день это вообще фотографии на столе лежат то есть собираемся 8-го в 8 7-го в 8 в воскресенье уже в Москве пройдется 7-го ну как всегда ну как маленький православие достойно есть околовой истину блажите Тя Богородицу и сна блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую хирургин и славнейшую без сравнения Серафим без искления Богослова родшую сущую Богородицу Тя величаем Отец наш Небесный мы просим Тебя услыши и прими нашу молитву просим во имя Господа нашего Иисуса Христа если мы чем погрешили в рассуждениях ты прости нас и сохрани нас для славы Твоей коснись сердец гонителей наших и злые и недобрые замысла разруш и испепели в огне Твоем но в судный день не помени им этих грехов ибо они не знают что творят благослови правителей этой страны и всех о ком упоминаем молитва благослови патриарха и пископов священников и пасту и дару всем духовное рождение свыше и водительство духом святым распусти нас с миром Тебе Господи слава за все отец сын и святой дух аминь аминь помолитесь за надежду фольгуеву у нее страшное духовное состояние просто плакать надо обычно она до дома может не дойти она такие вещи говорит помолитесь с ней раньше Валентина Борисова очень о чем говорит по-молитски все железно по-молитски духовное заболел когда когда уход